Сегодняшняя тема. Мода на ТН. Голливудскую улыбку, ровные красивые зубы, привела к тому, что возникло новое направление – эстетическая стоматология, добравшаяся до России лет 10 назад. И сегодня технологии красоты в этой области медицины стали не менее востребованы, чем лечение. Отбелить чем ближе лето, тем более популярной стоматологической процедурой становится кабинетное отбеливание. С ее помощью можно получить осветление зубов на 5-6 тонов. Происходит это так, врач изолирует десны пациента, чтобы избежать их ожога, и наносит на зубы отбеливающий гель, содержащий перекись водорода или карбамид, из которого под воздействием света выделяется атомарный кислород и проникает в эмаль. В результате она становится более пористой и прозрачной, лучше преломляет свет, за счет чего и возникает эффект отбеливания. Процедура привлекательная, но не безвредная, и подходит далеко не всем. Опытные стоматологи многих пациентов от нее отговаривают, считая, что она рассчитана только на совершенно здоровые зубы, а таких у нашего населения не водится. Или не водится у тех, кому иметь зубы побелее не помешало бы. Прежде чем приступить к отбеливанию, надо полностью заменить все пломбы, которые были установлены прежде, на временные. Иначе, если гель попадет в даже микроскопическую щель, образовавшуюся между пломбой и зубом, бессонная ночь после процедуры гарантирована. Когда процесс отбеливания завершается, а он длится еще один-две недели после процедуры, пломбы снова понадобится менять, они не должны отличаться от нового цвета эмали. Хорошо, если они стояли на одном-двух зубах, а если их много. Это значит, что у эмали, низкая устойчивость к кариесу и после отбеливания состояние зубов может ухудшиться. В цветовой шкале стоматологов существует условное деление на 4 оттенка – желтый, оранжевый, коричневый, серый. Легче всего отбеливаются те зубы, что имеют желтый и оранжевый оттенок, коричневый, по-разному, серый отбелить невозможно. Зубы становятся серыми, как правило, после лечения некоторыми антибиотиками, врачи называют такие зубы – тетрациклиновыми. Коричневый оттенок приобретают чаще всего депульпированные зубы, их отбеливание – сложный процесс. В этом случае нанесения отбеливающего средства на эмаль недостаточно, необходимо воздействовать изнутри на внутреннюю ткань – дентин. Но все равно они остаются непрозрачными, тусклыми, и даже если их удастся сделать такого же оттенка, как и остальные зубы, он будет отличаться. Обычно их отбеливают лишь перед изготовлением виниров или восстановлением зуба с помощью керамических коронок. Более удобное, но с коммерческой точки зрения менее выгодное для клиник – домашнее отбеливание. По индивидуальному слепку зубов изготавливаются специальные каппы и выдаются пациенту вместе с отбеливающим гелем. В домашних условиях пациент надевает каппы с гелем на фронтальную часть зубов. Время воздействия – от 30 минут до 2 часов, период лечения обычно составляет от 7 до 14 дней в зависимости от концентрации основного отбеливающего вещества и от желаемой степени осветления, а оно возможно на 2-4 тона. Отбеливание – это косметическая процедура, обойтись без которой можно. Профессиональная регулярная профилактическая чистка, снимающая зубной налет от чая, кофе, красного вина и никотина, и своевременная замена старых пожелтевших пломб полезнее для зубов, а эффект зачастую – не хуже. Отреставрировать реставрацию с помощью гелиокомпозитных, светоотверждаемых материалов считается самым щадящим методом создания красивой улыбки, зубные ткани не затрагиваются глубоко, обработка проводится только в пределах поверхности эмали. Врач, как художник, наносит на зуб слой за слоем прочный композитный материал, закрывая при этом некрасивые щели между зубами, неровности, пятна и трещинки. Зубы наращиваются и в ширину, и в длину, что особенно актуально для тех, у кого с возрастом они начинают стираться, при реставрации боковых зубов прикус поднимается, значит, натягивается кожа вокруг рта, разглаживаются мелкие морщины. Стоимость одного зуба, отреставрированного с помощью композитных материалов, в среднем в полтора-два раза дешевле, чем с использованием керамики, поскольку нет необходимости прибегать к услугам зуботехнических лабораторий. А средняя продолжительность жизни реставрационной конструкции от 5 до 10 лет, то есть она практически такая же, как у керамических конструкций. Замаскировать с помощью реставрации красивую улыбку можно создать не каждому пациенту. Если зубы уже стали разноцветными, старые пломбы изменили цвет или процесс разрушения зашел слишком далеко, то создание красивой улыбки без участия ортопеда, протезиста, невозможно. Он предложит спрятать и природные, и нажитые дефекты за керамической облицовкой, частицной или полной. Частичная подразумевает установку виниров, тончайших пластинок толщиной 0,3-0,7 мм, которые наклеиваются на обработанный зуб. Как правило, они устанавливаются на передние зубы от клыка до клыка 6 в нижнем и или 6 в верхнем ряду. Считается, что виниры придумали голливудские звезды. Еще в 1930-х годах перед съемками они приклеивали на зубы тонкие пластинки, которые к вечеру уже отваливались, зато на экране актрисы блистали улыбками. Современные виниры при правильном уходе могут прослужить и 10 лет. Если нарушена эмаль, зубы слегка искривлены, между ними образовались небольшие щели, они стираются с возрастом или незначительно подпорчены, кариозными монстрами, то изящные пластинки скроют эти недостатки. Они изготавливаются из керамики, практически полностью соответствующие эмали здоровых зубов, но при этом, в отличие от нее, не впитывают красители и не стираются. К тому же, в отличие от отбеленных зубов, которым для поддержания достигнутого цвета требуются регулярные поддерживающие процедуры отбеливания в домашних условиях и ограничения в употреблении красящих продуктов и кофе, покрытым керамической облицовкой нужна только обычная гигиена. Законсервировать, когда цвет зубов сильно изменен или на них установлено много пломб, виниры, обладающие определенной прозрачностью, бесполезны. Кроме того, если зуб уже на треть состоит из пломбы, то использование пластинок не спасет его от дальнейшего разрушения, в таких случаях рекомендуется полная облицовка-установка керамической коронки. Керамика соединяется с зубом очень точно и прочно, поэтому покрытый коронкой он защищен от внешних воздействий, словно законсервирован. Для передних зубов пока чаще используются керамические, фарфоровые коронки. Более прочная металлокерамика не способна создать эффект естественной улыбки. Если бережно относиться к ним, не открывать зубами пивные бутылки и не колоть орехи, они прослужат долго. Фарфоровая улыбка – надежная технология, проверенная временем. Однако стоматологи утверждают, что в создании красивой улыбки будущее за новыми протезными конструкциями из оксида циркония или алюминия, материалов, позволяющих создавать тончайшие коронки и виниры, а значит, максимально щадящих зубы при обтачивании, абсолютно инертных и не вызывающих аллергических реакций. При любом, даже ультрафиолетовом свете они создают эффект естественных зубов. Каждая коронка и каждый винир моделируются с помощью компьютерной программы, которая учитывает любые, даже едва заметные особенности поверхности зуба, так что протезная конструкция устанавливается на него идеально точно. Компьютерные модели, каждая из них отправляются в зарубежную лабораторию, из которой возвращается уже готовая модель, и врачу в клинике остается лишь ее установить. Все эти методы позволяют относительно быстро создать красивую улыбку, к отпуску. Но хороший стоматолог вас предупредит о том, что красивые зубы – здоровые зубы. Это значит, что кому-то понадобится вернуться осенью, чтобы устранить причины, из-за которых улыбка перестала вас радовать. Ирина Баглякова Ставь лайк.